Сегодня мы пробуем австралийское шардоне Дроверс Хар. На самом деле это не шардоне в том смысле, что это не моносипаж. Тут есть 88% шардоне, 7% бердек, 3% пинагриджо и 2% семейона. Это Австралия, это не просто Австралия, это регион Риверина, а не Хаус Уэйлс. Как мы с вами знаем, австралийцы очень любят шардоне, а Риверина это третий по величине производитель шардоне в Австралии. Тут уважают шардоне, а еще уважают семейон. Ну а теперь про производителя. Компанию Нуган основал эмигрант, откуда вы думаете? Из Испании! Некто Альфредо Нуган. Может быть поэтому в нашем бленде присутствует традиционный испанский белый сорт винограда Бердехо. Но не суть. Сам Альфредо занимался скорее овощами и фруктами, а совсем не винами. Да и то недолго, каких-то 16 лет. А потом он бизнес передал сыну. Сын тоже не был слишком успешным и компанию лихорадило. Ровно до тех пор, пока у руля не стала невестка Альфредо, Мишель. Вот эта женщина с железной хваткой. Теперь Нуган один из самых больших в регионе производителей вин. И что бы вы думали? И Соков тоже! Видимо, дедушка Альфредо велел не отходить от плодово-овощной темы. Ну, а мы с вами к вину. Розничная бутылка в наших краях этого вина примерно 10 долларов. И это, как по мне, совсем неплохо за бутылку хорошего шардоне. Да еще и австралийского. Но насколько это шардоне хорошее? Попробуем прямо сейчас. Окей, традиционные для шардоне нектарин, дыня и мандарин. Типичный фруктовый стиль шардоне нового света. Эти ребята явно не злоупотребляют выдержкой в бочке. Это шардоне реально получается таким свежим и живым. Они точно хотят взять все лучшее от шардоне, добавив к нему свои авторские акценты. Которые могут нам с вами показаться немножко наивными и даже немножко простоватыми. Но может быть поэтому интересными. Но камон, друзья! Эта бутылка стоит 10 долларов. К черту индейка, к черту лосось. У меня будет свое сочетание для этого вина. Я возьму теплый круассан с начинкой из мягкого творожного сыра. Он не будет питаться перебить яркую фруктовость вина. Но оттенит его кислоту и добавит мягкости и маслянисности. Может в Дроверс Хатт и не хватает звезд с неба. Но для бюджетного сегмента это более чем достойное вино. Хватит дегустации, теперь пора просто пить.